мне очень приятно сегодня здесь перед вами выступать и перед теми кого знаю перед теми кого сегодня узнал впервые потому что не так часто выпадает возможность побеседовать об искусстве тем более современным я не могу сказать что я большой специалист современном искусстве и вообще в искусстве я скорее зритель который любит посмотреть нежели обсуждать или критиковать может быть исключение кино где у нас у всех языки длинные кинематографа везет меньше а у него иммунитета нет от критики но сегодня мы будем говорить не о кино хотя была такая возможность тоже я не знаю все наверное имели возможность ознакомиться с этой выставкой с работами которые здесь демонстрируется я был честно говоря в приятном удивлении когда первый раз прошелся по залам я вам советую сделать это обязательно и сегодня я хотел бы по предложению значит наши друзей из я рад я выбрал работу которая сейчас перед нами эта работа в принципе как я понял она не озаглавлена потому что когда я начал гуглить искать информацию о художнике берега г нежзазады я наткнулся на очень большое количество работ многие из которых я оказывается видел до этого но не знал кто их автор но ни разу нигде мне так и не попалась вот эта работа которая на этой стене сегодня я пытался понять чем проблема почему вот именно этой картины которые меня честно говоря очень впечатлило нет нигде и выяснилось просто что это не специализация этого художника бекага мирзазады рисовал замечательные портреты через которые передавал красоту женщин в которую я так понимаю в которую он был влюблен и есть такая байка что даже как-то раз на одной из его выставок гейдар алиев сказал ему что кажется берега ты очень боишься своей жены потому что кругом ее портрет я не знаю это правда или нет но вот такую информацию я нашел значит почему эта картина мне кажется очень актуальной сегодня не только вообще в целом но и в конкретно взятый этой отдельно взятой выставки я не знаю все в курсе или нет эта выставка называется 300 слов о сопротивлении на сопротивление это всегда протест нет протеста без слова нет да и на этой картине только одно слово это слово нет нет чему я думаю что вариантов художник оставил не так много и понять против чего он протестует можно просто взглянув на картину сразу же я оговорюсь тематика военная для этого художника была знакома несмотря на то что он рисовал все-таки в другом жанре как мне удалось почерпнуть опять-таки из информации которая была в открытом доступе в юношеские годы когда он учился когда он был студентом бекера мир за за д вы люди был прервать свое обучение он был тогда второкурсником по причине второй мировой войны которую нас называют великой отечественной и он просто когда попытался как бы попасть на фронт или когда он мог быть призван получил отказ ему сказали что художники нужнее в тылу иди рисуй плакаты то есть плакатность в этой работе для меня очевидно и настроение такого я не знаю я небольшой специалист на какого-то советского реализма что ли там чувствуется в острых углах в томах и в целом вообще вот в палитре которую мы там видим говорить я буду не только сегодня хотел бы поговорить не только о картине потому что я опять-таки подчеркиваю небольшой специалист в этом вопросе я предпочитаю больше смотреть и молчать нежели говорить я хотел бы говорить поговорить о теме которую выбрал этот художник а тема актуальна для нашей страны потому что мы уже которые десяток живем в состоянии перманентной войны которая не заканчивается мы ее сегодня в городе не ощущаем мы живем в принципе в достатке у нас слава богу есть кровь над головой но так было не всегда и не со всеми более того есть люди которые в каких-то трех часах теоретической езды сегодня находится в очень суровых условиях и каждый раз когда я еду лично я вдоль трассы по которой можно было раньше проехать в карабах я вспоминаю 80 там какой-то год когда я маленьким мальчиком в первый раз попал туда но это был не совсем нагорный карабах это был ахдам я помню очень красивый город с чудесными людьми очень зажиточными которые любили работать у меня было такое впечатление вот мою тетю выдали замуж туда и мы ехали на свадьбу сейчас я думаю каждый знает что ахдам это как бы город призрак а так его и называют потому что там просто напросто ничего нет там нет даже домов они разрушены там нет крыш и самые там известные фотографии это здание посреди которого растет дерево да это уже как бы печать забвения потому что если в доме в здании вырастает дерево это значит там просто никогда не ступала нога человека я подготовил специально для вас не судите строго я не большой специалист видеомонтаже как эмиль наверное ты в монтаже тоже разбираешься я я сделал небольшое слайд-шоу которая по-моему очень хорошо перекликается с настроением и месседжем этой картины я хотел бы вам продемонстрировать подборку не менее а может быть насколько правильно это говорить не знаю даже более эмоциональных чем эта работа но благодаря которым это нет который красного оранжевого цвета она будет для вас еще ярче еще больше и понятнее а потом я поделюсь с вами своими кое-какими соображениями а 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Почему я хотел показать эти картины, эти работы, фотографии? Во-первых, я сразу отмечу, что пока я их собирал, в принципе, там, наверное, нет ни одной такой фотографии, которую мы бы не видели до этого. Потому что все они, да, потому что все они очень хорошо известны, да, потому что все они очень хорошо известны, да, да, с точки зрения медийного человека, точнее того, кто задает информационную тематику и повестку. Я не знаю, у меня из-за, да, конечно же, это не только этого, из-за того, что они, когда появились, познакомись на concretely, да, да, но, когда появилась фотография этого мальчика курдского. весь мир стонал ровно три часа через три часа этот стон постепенно стал затихать и в конечном итоге он просто превратился в еще один какой-то кадр где-то там в архиве daily telegraph да и мальчик который сидел рядом со своей сестрой он живой кстати сидел а брат его погиб да он тоже создал какой-то информационный фон а потом пропал вся проблема в том что люди не до конца понимают что такое война причем на мой взгляд у меня такое ощущение что этого не понимают даже те кто эти войны объявляют и в частности больше всего они не понимают да это самая большая трагедия человечества в том что войны зачастую ведутся кабинетными какими-то я извиняюсь крысами которые никогда не были на поле боя не понимают цену человеческой жизни до конца я не знаю все наверно наслышаны во время первой мировой войны был такой интересный случай немецкие военные они громили на всех фронтах британцев уничтожали их просто пачками тысячами но при этом слагали о них стихи сами же немецкие военные писали стихи о своих противниках они были глубоко впечатлены доблестью британских солдат и есть такая вот расхожая фраза о том что один из офицеров к сожалению не не известно кто это кто кто был этот человек затерян это было там не знаю сто лет назад он перефразировал знаменитую фразу александра македонского знаете на эту фразу македонский говорил что я не боюсь стаи львов ведомый бараном я боюсь стада баранов который ведет лев и значит немецкий какой-то офицер он сказал что мне очень больно смотреть за тем как ягнята посылают на смерть львов и вами были солдаты британской армии ягнятами те кто сидели в кабинетах есть даже фильм такой советую посмотреть называется lions for lambs снимается том круз и мэрил стрип я с не ошибаюсь приблизительно о том же но параллель на ближний восток до переведена что такое вообще война да если позволить я бы хотел как человек который посвятил много лет своей жизни изучению истории дипломатии я бы хотел коснуться этой темы чтобы не совсем привет олег углубляться в скажем в искусствоведение в котором я не так силен любая любая война это конечно же конфликт без конфликта нет войны а что такое конфликт это конфликт когда одна из сторон навязывает другой свою волю заставляя ее отказаться от своей веры убеждений религии территории собственности неважно любой подобный конфликт это несомненное зло и цель очень простая на самом деле я тут америку не изобрету если процитирую никола макеавелли который сказал что цель любой войны это просто ограбить противника причем сделать это максимально скажем так удобным для себя способом да почему появляются войны я не знаю я забыл опять имя художницы которая работала здесь до меня очень интересная девушка я смотри на эту тему поговорил она работала как раз над каким-то произведением на тему насколько я понял войны и даже протеста против войны в чем природа войны невозможно понять явление или какой-то скажем объект не понимая природы его происхождения ученые потратили очень много сил и времени часов наверное да пытаясь понять где тот самый корень который рождает войну а то есть их очень много этих теорий они начинают эволюционистских заканчивать демографическими самые разные кто-то говорит что война возникает потому что просто людей становится много не на всех хватает ресурсов на всех хватает работы это порождает ненависть множество рисков люди просто борются за место под солнцем за выживание есть теории которые чуть ли не дарвинизмом каким-то пахнут да и говорят что выживает лучший если ты не выжил то тебе не место на земле я охотник ты жертва извини будь готов попрощаться со своей жизнью были философы такие как гегель которые чуть ли не обожествляли войну я даже эту цитату для себя скопировал потому что благодаря войне видите ли сохраняется нравственное здоровье народов и это война предохраняет их от гниения я не знаю нас вообще как как может адекватный человек оправдывать это и называть это здоровьем для меня это очень очень сложно и гегель в этом не одинок к сожалению не так давно я наткнулся я рассказывал фидан если я не ошибаюсь не так давно и наткнулся в журнале esquire который почему-то очень многие ошибочно воспринимает за обычный глянец это не так esquire это журнал в котором впервые публиковался селинджер это журнал который дал трибуны хемингуэю это журнал в котором десятки самых неожиданных для нас авторов находили платформу где можно высказать свое мнение в том числе и о войне я наткнулся на одну статью это была перепечатка статьи 1966 года и она меня потрясла просто я просто честно говоря не мог долго вся прийти потому что я думаю что женщина просто эту статью не поймет но любой мужчина увидит там что-то чего он боится внутри себя написал ее уильям броилл младший статья называлась почему мы любим войну в прямом смысле вопрос кажется абсурдным но когда ты смотришь я сам большой любитель фильмов о ближнем востоке об афганистане о любой войне потому что они позволяют увидеть разных палитру абсолютно с разных фокусов и углов те или иные события и каждый раз когда я смотрел фильмы в которых хоть маленький намек был на автобиографичность я обязательно видел в глазах главного героя у которого отнимали войну хоть чуть-чуть но сожалению то есть такое ощущение что главные герои те которых отрывали от боевых действий они скучали потом по своей войне мне это было очень непонятно но броиллз ответил на этот вопрос просто гениально короткими фразами если вам интересно я хотел бы процитировать по его мнению война для большинства мужчин это быть может единственный способ соприкоснуться с тайными закутками собственной души как будто мы приподнимаем вселенную за уголок и смотрим что там под ней видеть войну значит смотреть чужую сердцевину вещей в никем не занятое пространство между жизнью и смертью а может быть и за его пределами сила войны как и сила любви зарождается в человеческом сердце первая порождает смерть а вторая любовь но жизнь без смерти бессмысленно а на ком на каком-то глубочайшем уровне любовь бессмысленно без войны без войны мы не не знали бы боли не знали бы каких до каких из каких глубин поднимается любовь и какой силой она умеет преодолевать несказанное зло и спасать нас война как и смерть всегда с нами вечный спутник тайный соучастник и чтобы отвернуться от ее соблазна преодолеть смерть нашу любовь к миру самой жизни должна быть так велика что это подвиг почти невозможный почти непредставимый я не знаю я смог ли передать его настроение но мне кажется что это самое большое заблуждение практически всех людей которые пытаются манипулировать войной потому что объяснение нас несколько лет на факультете между отношений учили теории происхождения государств и меня всегда увлекала одна из теорий есть теория общественного договора который там проповедовал руссо что люди просто взяли собрались договорились и создали государство такая классная правильная на первый взгляд не лишенная рационального ну здесь есть мои сокурсники они понимают о чем я говорю потом была одна теория который наш педагог очень бегло всегда касался и говорю не надо давайте мы о чем-то другом поговорим теория просто насилие что государство возникло потому что было насилие потому что это наша природа потому что мы без нее не можем и нам нужно было порабощать одно племя другим мы создавали институт который помогал это нам сделать каждый раз когда я слышу что-то подобное меня честно говоря одолевает страх неужели мы способны на создание эффективных институтов только для одной цели легитимизации насилия я прочел недавно поразительную книгу которая сейчас долго не говорить не буду она так и называется насилие социальные порядки и очень умный профессор легенда своего там какого-то поколения политологов социологов он долго доказывал что государство это институт единственный на этом свете у которого есть легитимное право на насилие над нами но она его не использует и страх возмездия заставляет нас жить по закону к сожалению некоторые государства этим насилием пренебрегают не только в отношении своих граждан как советский союз но и в отношении других граждан там начинается эта самая война просто маленькая параллель даже самые беглые подсчеты показывают что в войнах за всю историю человечества погибло не менее 400 миллионов человек самые пестимистичные подсчеты говорят что эта сумма доходит чуть ли не до миллиарда миллиард это как население китая представьте себе просто взять и вырезать весь китай на то есть я и в этих войнах погибали история об этом рассказывает к сожалению как правило всегда самый лучший лучше идет вперед вырывает сердце освещает дорогу ложится под пули как лев которого послал туда ягненок когда мы смотрим теле трансляции допустим да о том что происходит сейчас на ближнем востоке о том что происходит в украине мы забываем насколько то что сегодня мы имеем в этом мире хрупко и подвержена огромному количеству рисков только в двух мировых войнах это было сто лет назад когда в мире не было рабство когда был изобретен паровой двигатель а во второй миров уже было электричество были самолеты то есть это были не пещерные люди не монголо татары которые на своих там я не знаю лошадях вырезали 40 миллионов человек а они столько вырезали кстати говоря это было в цивилизованном мире и все равно это не помешало убить 100 миллионов человек двух всего лишь войнах а есть куча войн о которых мы ничего никогда не слышали в бангладеш и было убито во время гражданской войны два с половиной миллиона человек 2 с вами лача и как баку вы никогда не слышали об этой войне в нигерии во время гражданской войны убили миллион человек продолжают убивать никому не до этого дела абсолютно в индии во время японо-китайской почему китайцы ненавидят японцев я не мог понять почему они их ненавидят нереально для меня было это не я не могу не мог этого осознать потому что японцы были два с половиной миллиона китайцев извиняюсь 25 миллионов я оговорился 25 миллион человек просто взяли расстреляли это все очень печально и я прошу вас каждый раз после каждой цифры обращать внимание на эту картину я думаю что берега мир за зады как человек живший во время великой осечной во второй мировой войны понимал что он рисует не просто так потому что жить с осознанием того что завтра на твой дом может быть сброшена бомба а именно такие были планы у гитлеровской германии я не могу просто представить что это такое когда ты борешься с дьяволом когда ты не знаешь чего от него ждать говорят что война это убийство но мне очень нравится фраза я не знаю кто автор цитат точно не я но война говорят это не убийство а самоубийство и глупо считать что в войне бывают выигравшие это не так потому что рано или поздно приходится расплачиваться я понимаю что может быть мария как звали девочку мария меня обвинила в том что я не обвинила она просто упрекнула сказала что ты пытался манипулировать моим сознанием я показал эту презентацию на что я ответил что там не написано что на изображено на фотографиях когда это имело место и кто это совершил ты сама дорисовываешь просто то есть каждый из вас сам по себе дорисовывал контекст тех событий которые были там изображены но все мы прекрасно понимаем что там было изображено несправедливость которая царит сегодня в нашем мире абсолютно ни в чем не повинные люди которые отвечают за ошибки а может быть не ошибки людей которых они никогда не знали мальчик который сидел в траке он понятия не имеет кто такой башар асад и ему было бы наплевать всю его жизнь по такой башар асад потому что может быть был просто каким-то грузчиком на базаре и ему плевать кто это такой но он отвечает за башар асада и человек которого пнули на границе между сербией там я не знаю и словении ему тоже абсолютно все равно что там у него происходило в ираке сидел он себе никто его не убивал а сегодня он там сидеть не может потому что террористы в масках насилуют его жену потому что она езитка и все другого объяснения нет никакого не логического не нелогического говорить о том что такое война конечно можно бесконечно но я приготовил там очень много разных цифр но когда я опять таки только вошел сюда девочка сидела и вышивала что-то не сказали что она готовит работу и эта работа на антивоенную тематику и в очередной раз я себя поймал на мысли она вышивала что-то из полотна цвета милитари протест войне она вышивала на полотне военной формы я обратил внимание не знаю наверное все это прекрасно знают и видели практически все пацифистские движения начиная от клипов пинг флойд и заканчивая я не знаю какими-то акциями очень активно используют цвет хаки и раскраску военной формы я долго пытался понять почему так происходит я я не особо верю в теорию заговоры что есть какой-то мастер-план большой и все это часть какого-то я не знаю большого большого интересного плана я думаю что есть здесь скорее всего то самое о чем говорил русо что у нас где-то там глубоко есть какой-то правильный чип и мы перекликаемся друг с другом и подаем друг другу сигналы сигналы которые отличают нас от зверей я не верю в тебе теорию насилия потому что я верю в то что человек создан совсем для других целей и бог всевышний наделил нас для этого разумом и чувствами я задал ей этот вопрос мне стало интересно почему она использует милитари для месседжа который вроде бы антивоенный она сама того может не понимая просто проронила какую-то фразу которая мне кажется очень логичный и правильный она говорит я объявляю войну войне просто я использую символику войны и объявляю ей войну таким образом и действительно ведь если война начинает ассоциироваться с противоположным то получается что она бессмысленно просто она теряет всякий смысл недавно я смотрел фильм как и все наверное который рассказывает о жизни одного из самых наверное жестоких людей который рождался на этот свет для которого человеческая жизнь ничего не стоило но которого считали робином гудом и он сказал фразу когда он решил объявить войну государства очередную это был эскобар скажет я вот считаю что мы должны объявить войну государству и на возражение его чела потом помощника он сказал ты не понимаешь одного он говорит зачем тебе война если хочешь с ними договориться зачем тебе это нужно ты же хочешь с ними переговоров а они не соглашаются и ты собираешься убивать их солдат тысячу солдат он америку не изобрел использовал уже известную истину до него и сказал что любая война начинается ради мира в конечном итоге на моих условиях но мне нужен мир да может быть путем устрашения я очень хочу надеяться и верить к сожалению у меня вера очень мало более того мне еще обиднее от того что мы не никак на это наверное пока влиять не можем кроме своих маячков которые мы посылаем с помощью которых эти сигналы что в конечном итоге люди все-таки научатся договариваться и находить тот самый общий мир не прибегая к носили потому что именно этому учат сотни тысячи десятки тысяч человек дипломатов что пока есть возможность для диплет для дипломатии пушки молчат когда она эти возможности заканчиваются тогда начинается уже непоправимое и в принципе сегодня когда я уже оглядываюсь параллель здесь необходимо когда я глядываюсь на 20 с лишним лет переговоров которые идут вокруг нашей оккупированной территории нас вокруг карабаха порой задаешь себе вопрос сколько можно сколько можно вообще на это продолжать давайте уже двинем давайте долбанем особенно эта эйфория была в начале апреля когда каждый второй проект практически кричал что давайте 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 бить давайте стрелять и бомбить мы забываем что сидя перед компьютерами очень легко размышлять на эти темы призывать там я не знаю каким-то радикальным шагам а где-то там стоит обычный парень который там не знаю из очень обычной семьи и для него вот это вот давайте когда же наконец это вопрос жизни смерти и мне кажется что до тех пор пока хоть мизерный шанс есть обойтись без давайте наконец нужно находить себе силы это очень тяжело я понимаю жрать руку человеку которого ты презираешь ненавидишь который совершил чудовищные преступления вы видели несколько кадров против народа сжать ему руку но садиться и искать с ним вместе мир это та та самая ответственность которая отличает ягненка и барана в кабинете от человека который понимает ответственность которая на нем лежит и там же были фотографии безответственных людей на мой взгляд которые в угоду своей политической какой-то конъюнктуре может быть или своей какой-то а дженде принимали неправильное решение мне кажется что все это поправимо и у нашего человечества все еще есть шанс потому что в третьей мировой войне как говорил один очень умный муж госсекретарь при джиме картере ветеранов не будет потому что будут лететь вот такие уже бомбы это атомная бомба как я понимаю необычная в которой отражается дом в принципе вот что я хотел вам рассказать и не было бы конечно очень интересно послушать если у кого-то есть какие-то возражения может быть или мнение а